Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру по названию Fear and Hunger 2. Так, в общем-то, в прошлой серии я исследовал церковь. Я выяснил одну вещь, что в церковь возможно попасть, только уронив подсвечник, вот эту вот люстру с подсвечниками. Но пока что я туда не хочу идти. У нас тут есть еще какое-то вот здание по центру, я хочу попробовать зайти туда, посмотреть, что там. Там какую-то статуэтку нужно найти. Также есть еще одна часть города, в которой мы не были, так. Это самая-самая левая и вот сверху. Я так понимаю, что фиолетовые здания и желтые здания тоже важны. Нет, желтые здания это в которые можно войти, а фиолетовые здания это важные здания. Что-то вроде того, короче. Что-то в этом типе. Так... Здесь мы уже бывали. Да, эти двери не открываются. Надо найти на карте желтое здание и... Попробовать у него зайти. Да, возможно так и есть. Хотя нет, это здание никак не отмеряется на карте, но мы в него вошли. Чёрный клевер теперь мертв. А, чёрный калев теперь мертв. Дверь закрыта. Подождите, а мы... А я не помню такого. Грязное ведро используемое для уборки. Швабра запечатана внутри ведра. Вы не можете её вытащить. Что-то изменилось. Так, там вон что-то светится. Все запасные ключи от квартир, похоже, находятся здесь. Кстати, тоже так. Мастер Кей. В прошлой серии я сравнивал то, что игра очень сильно... Ну... Не похожа, а есть некоторые элементы похожие из Silent Hill. Туман некоторых врагов. Вот этих полицейских надо добивать так же, как в Silent Hill, иначе они встанут. Карта сама по себе. Так ещё и... Зарисовки на этой карте. А ещё и предметы, которые нужно подобрать, подсвечиваются, тоже похожи, как в Silent Hill. Ну, на самом деле, подсвечиваемые предметы везде встречаются. Не только в Silent Hill ещё. И в других играх тоже встречаются. А... Короче, эта локация как-то изменилась. Почему? Потому что... В прошлый раз мы сюда приходили с Калевом. Так, это открыть нельзя. Ну, козёл это, короче. С козлом мы сюда приходили. Я не помню, что... Так... Такая локация была. Я бы это сразу запомнил. Стиральная машина сильно трясётся. Есть висячий замок с механическим четырёхзначным кодом, удерживающим крышку закрытой. Исследовать. Стеклянное окно грязное. Внутри пенится мутная жидкость. Однако, белья внутри не видно. Периодические звуки стука указывают на то, что внутри есть какие-то предметы. Принудительное открытие машинки. Эта стиральная машинка, здесь нет никакого... Никаких разговоров. Дерёмся с машинкой стиральной. Мы ещё и промазали. Мне кажется, она просто так не откроется. Нет смысла, короче. Там установить пароль, но я... Ну, установить пароль, я так думаю, это ввести пароль. Но у меня нет никаких идей. Я не находил записки. Возможно, когда я найду записку, тогда я и смогу ввести пароль. Вот сейчас конкретный момент похож на Silent Hill вторую часть. Короче, предметы мы подбирать не можем. Телевизор. Вы можете видеть только белый шум. Не... Нет, подождите. В хаосе появляются очертания. PLTV News. Шокирующие акты криминализы в истории Прехвеля. О! Это же... Карин! Комментирует... Комментирует события здесь, в Прехвеле. Богемия Карин. Зауя. Добрый день. Убийство столь отвратительное и запутанное во всех своих деталях иногда... А! Никогда еще прежде не совершалось в городе Прехвеле. Трагедия на 28-й улице. Это самое не... Это самое необычное и страшное дело, которое произошло здесь. В самом... В самом центре города. Озадачивает жителей многоквартирного жилого... Жильцов многок... Жильцов многоквартирного дома. Человек, которого задержали за это преступление, как говорят, никогда не был подозреваем... Подозрительным. Все жители описывали его как спокойного человека, который любит... Так... Останавливать... Так... Оставаться самим собой большую часть времени. Вот это как вообще понять? Независимо от его внешнего облика, внутри этот человек был монстром. Жители квартир 2, 6, 1, 13... Подождите. Так, надо это записать. Так... Два... Шесть... Одиннадцать... И тринадцать. Возможно, это и есть пароль. А возможно... А мне нужно просто проведать эти квартиры. Самым жутким образом. Да... Экран телевизора снова заполнен белым шумом. Вы узнаете себя на экране телевизора, но вы никогда не помните, чтобы вы когда-либо в своей жизни ввели подобную картину. Вы уверены, что никогда раньше не бывали в этом городе. Так... Так... Как же здесь могут быть кадры, где вы комментируете убийство? Блин, знать бы, какие еще номера. Цифры-то не пишутся. Вот, смотрите, два. А нам надо... Два. Кстати... Две закрыты на простой замок. Так... Вот здесь может быть важная информация. А может быть и не... И нет здесь важной информации. Ничего необычного. Не, отдыхай... А, да. Ты можешь спать и отдыхать. Конечно, блин. Сейчас кто-нибудь придет и меня атакует. Вы что, издеваетесь, что ли? Так... Номер семь. Дверь запечатана из-за наростов, похожих на плесень. Так. Номер шесть. Так, это что такое кровать? Матрас, похоже, в прошлом активно использовался. Сейчас он покоится в белом покое, как и все здания. Так, мы поняли Дверь закрыта на простой замок А, дверь не открывается Внутри её должен быть дополнительный замок Может попробовать выломать её силой? Не поддаётся Поддалась О, привет, доктор Этот знак на полу Ты знаешь, что он означает? Я никогда не видел его раньше Что ты здесь делаешь? Я шёл по следу След, который привёл меня в этот дом К этому сигалу Этот сигал, который я видел только один раз в жизни Но я понятия не имею, что он представляет Что оно представляет Я просмотрел бредовые документы человека, который раньше жил здесь Большая часть была неразборчива Но из того, что я понял Он говорил, он готов ритуал для старшего бога Божества или чего-то ещё Как и сигал, этот ритуал я тоже видел однажды Однажды раньше Раньше однажды Но понятия не имею, что всё это значит Интересно, был ли ритуал завершён или нет? А, может ли быть этот ритуал источником хаоса в городе? Не знаю Сомневаюсь Я не суеверный человек Обычно у всего есть логический ответ Мне бы хотелось так думать Хотя я... Хотя человеческий разум не всегда следует логике Так что в конечном итоге Кто знает Нет смысла хандрить Я продолжу своё расследование Где-то... Должно быть больше об этом Где-то... Увидимся позже Интересно, а мог бы я тебя завербовать? Нет, скорее всего нет На полу лежит книга с какими-то беспорядочными письменами Вы находите Дейрель оф Мэдмен Дневник оф Мэдмена Безумца Дневник безумца Дневник сумасшедшего Ну, сумасшедший безумец Синоним Большая часть дневника Представляет собой Совершенно неразборчивую каракулу сумасшедшего Но ближе к концу текст Становится более понятным Сон о Луне Знак Город в беспорядке Глупцы Они не знают, что их ждёт Луна не имеет для меня никакой ценности Это всего лишь знак Спускового крючка Время пришло И он тоже Как ты... Как ты свидетель? Я готов, мой господин Я прокручивал это тысячу раз в своей голове Первая кровь Та, что разговаривает только со своими растениями Чего, блин? Вторая кровь Это Марионетки будут свидетельствовать о его жертве Третья кровь Глупый хвостун, который только что переехал Четвёртая кровь И последняя жертва Девушка, которая не даёт мне спать по ночам Певчая птица, которая произносит свои последние хрипы Чтобы завершить ритуал Мне нужно время Прачечная работает как идеальное укрытие для жертвы Я, кстати, понял, что это значит И тут, кстати, ещё подсказка даётся Короче, мы же говорили Первый, второй, третий, четвёртый Это, короче, номера Ну ладно, потом расскажу Я поклянусь твоим именем Мой господин, наш единственный истинный лидер Сульф После этой фразы читать становится слишком трудно А, после этой фразы читать становится слишком трудно Это наш комментарий А, не его записи Смотрите, короче, давайте заново прочитаем этот текст Но не совсем Нас интересует Так Первая кровь Первая кровь Я сначала не понял, что такое первая кровь Короче, кровь это означает жертва Первая жертва Первая жертва та, что разговаривает только со своими растениями Первое растение Так, первое растение, хорошо А вторая кровь, его марионетки будут свидетельствовать о его жертве Вторая, марионетки Третья кровь, глупый, хвостун, который только что переехал Третья, хвостун И четвёртая кровь Это та, которая играет Девушка, которая не даёт мне спать по ночам Ну, это музыкальные инструменты Так, хорошо Всё остальное нас не интересует Кстати, загадки в стиле Silent Kill начались Так Растение Хорошо Первая кровь Это которая растение Разговаривает со своими растениями Я понял Два Первая цифра двоечка Так Последняя цифра 6 Ну, певчая птица, которая не даёт мне поспать Вот она Певчая птица Так, этот номер нам вообще не нужен Странно Придётся ещё на один этаж подниматься Ну, я бы в любом случае туда поднялся бы Ну, загадки на самом деле не такие уж и сложные Они в стиле Silent Hill, но Намного Легко их разгадать Намного легче, чем раньше Чем Silent Hill Так, восьмая дверь Ну, восьмой номер Так, отлично Эпическая маска Интересно А, фехтовальная маска Точно Я уже находил подобное Так, тринадцать Марионетки и хвостун Наверное, это и есть хвостун Тогда нам нужен одиннадцатый номер Если в одиннадцатом номере лежат марионетки, значит В тринадцатом был хвостун Не понял А может это не марионетки? А может неправильно перевели? Может быть это статуи? Потому что я вижу тут статую Здесь гордо возвышается статуя лошадиной головы Статуя не кажется слишком тяжелой Вы могли бы легко ее толкнуть Толкнуть ее Так, какая-то загадка Нам ее куда-то надо поставить Кажись, я знаю куда Вот там, где скрипит пол Куда надо ее поставить? Скорее всего пол сломается Так А, у нас у всех Сильный голод У меня есть предположение Но я не хочу назад возвращаться Может быть, возможно Мы могли бы завербовать доктора Но для этого мне нужно освободить место В своей команде И я знаю, как это сделать Но это означает, что мне нужно будет Загрузиться заново Так, короче, ладно Пускай будет А, подождите Это десятый номер Десятый номер А нам десятый номер нужен Нам нужен одиннадцатый Серьезно, вот, куклы По идее, было переведено Как марионетки Но Марионетка и кукла Переводятся одинаково Короче, одинаково Одно и то же слово Означают Так, значит Вторая цифра Одиннадцать А третья цифра Тринадцать И я знаю пароль Для кодового замка Так, мне вот интересно Куда это мы можем спрыгнуть Так Прогнившие доски полудеформировались Под тяжестью статуи Теперь здесь Зияет дыра в темноту Ну, по идее Она упала на предыдущий этаж Я не думаю, что она Через два этажа пролетела Так что Я думаю, что Безопасно прыгать вниз Исследуйте Внизу темно Но судя по Грубым формам Которые вы можете увидеть Здесь должно быть Что-то похожее На квартиру Ну да Мы просто можем Прыгнуть вниз Давайте прыгнем А-а-а Мы могли к этому доктору Попасть другим путем Если бы мы Если бы у нас Не было бы ключа Маленького И не было бы Навыка взлома То мы бы могли бы Вот так вот Подняться на Следующий этаж Хотя нет Там тоже нужен ключ Странно Или подождите Или тот номер Без проблем Открылся Скорее всего Тот номер Мы без всяких проблем Открыли Без навыков взлома Подождите Как-то я вниз спускался Так А Или Или не здесь Да, вот здесь Все это здание Мне напоминает Об игре Silent Hill Что-то в этом стиле Выполнено Так Установить пароль По идее Получается 2 11 13 И 6 Так Все Стиральная машина Остановилась И мы можем Открыть дверь Так В стиральной машинке Может лежать Скорее всего Лежит статуэтка Стеклянный экран Слишком грязный Чтобы вы могли бы Заглянуть внутрь Внутренний экран Кровавый И отвратительный При дальнейшем Исследовании Вы замечаете Что отверстие Стиральной машины Превращается в туннель Вы можете увидеть Слабый свет А там На небольшом На небольшой дистанции Это типа проход Вот это уже Похожа отсылка На Во все тяжкие У них тоже там Лаборатория была В стиральной машине Только там Стиральная машина Отодвигалась А здесь прям Надо в стиральную машину Залазить Так я короче Ненадолго отходил И Когда я вернулся Я услышал Какую-то странную музыку Но она Пропала Как раз Когда я начал снимать Понятно Ворота заперты Сложным механизмом К сожалению Куда идем Вниз Ааа Понятно Наверх Вниз Нету лестницы Короче Так Ну по идее Они Мне не представляют Никакой Угрозы Да блин Как так-то Да вы издеваетесь Я только что сказал Не представляет Никакой угрозы Да вы издеваетесь Он же опустил голову Или нет Я наверное Не тот пункт В диалоге выбрал Вот эта музыка играла Когда я подошел Ааа Ну да Я не тот Пункт в диалоге Выбрал Скорее всего Или нет Тот Нет 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 Так На стене есть Загадочное отверстие Исследуйте его Слишком темно Чтобы видеть Сунут туда голову? А Просунется у него Руку Не думаю Что это Хорошая идея Да Ааааааа Аааааа Аааа Аааааа viable То что огонь Как Так, стоп, я опять не тот пункт выбрал. А мы не могли с ним разговаривать, точно. Я уже все это на автомате делаю, что я могу просто... Да, я, наверное, не то выбрал. Или подождите. А может быть мы все равно можем мазать? Да, мы скорее всего... Я понял, даже если он опускает голову, мы все равно можем промазать. Я бы сказал, что проблемы связаны с голодом, но нифига. Сколько я ко мне душ заработал. Репортер же самый сильный из всех персонажей. Лучше за нее играть. Ммм, Глаз Сильвен, бесполезная фигня. У меня есть Глаз Сильвен, но я не знаю, что он делает. Я нашел второй. О! Мы не можем взломать замок по какой-то причине. И открыть, к сожалению, тоже. Так, ну ладно, давайте поэкспериментируем. Вы проникаете внутрь. Вы находите потолку пива. Ничего себе! Вот это называется рискнул. Рискнул и меня вознаградили. А сейчас тут... Понятно. А в какой-нибудь из дыр я лишусь, короче, руки, да? Так, я знаю, что там фигурка находится. Но мы не можем туда попасть. Вот в чем прикол. А весь горячий воздух с нижнего этажа должен быть поднялся сюда. Должно быть поднялся сюда. Я хочу завербовать доктора. Да-да-да. Я выбрал правильную строчку диалога. Но игра сорно может поднасрать. Железное копье. Субтитры добавил DimaTorzok Да, вот же игра. Все мне испортило, а? Игра, что ты творишь? Вот! Это тот самый момент, который я называю Игра решила поднасрать. В этот момент будут выпадать противоположные... Стороны монетки. Неважно, какую сторону я выберу, Всегда будет выпадать противоположная сторона. И всегда будут промах. Просто так совпало. Теперь мы визуально видим, что в этот момент решила игра поднасрать. Из сундуков будет падать всякий флам. Неужели? Ну, я по-любому хочу Леви поменять на Доктора. Потому что Леви, по идее, бесполезен. Он нам нужен был для того, чтобы наносить дополнительный урон. Так, мы можем еще выше подняться. Но проблема Леви в том, что он ходит последним. Предположим, мы сейчас все промахнулись, и Леви может попасть, да? Так, отлично. Но, к сожалению, враг будет атаковать первую. И в этом вся и проблема. Что Доктор бы атаковал бы. Сначала бы все мои напарники атаковали бы. А уже потом враг. Но Леви тормозит постоянно. И по этой причине я хочу заменить Леви на кого-нибудь другого. Желтый пузырек. Шиллинг. Ну, я уже не вижу смысла, короче, сожраться с этими монстрами. Просто исследуем локацию, и я потом буду загружаться. Лестница заканчивает здесь. Похоже, что когда-то здесь могло быть... могла быть лестница, но она в какой-то момент обрушилась. И здесь тоже самое же написано. А, короче, я схожу, кор... в поезд. Все начнут отдыхать в поезде. И я найму, короче, всех, кроме Леви. Потом попробую сюда сходить и завербовать доктора. Можно ли будет его завербовать вновь или нет? Блин. Ну, не честно. Вот. У нас была бы еще одна попытка. А, ну да. А, ну да. Продолжение следует... Раньше это работало, но теперь это почему-то не работает. Короче, я понял одну вещь. Его надо побеждать... Через тело, надо в тело бить. Ну, мне эти головы просто необходимы. Мне нужны камни души. Здесь я тоже не могу вышпадать? Да, все, не могу. А, в уголке... А, в уголке вашего глаза что-то шевельнулось. У нас проблемы с рассудком начались. Так, водка. Ладно. Левий я не хочу лечить. А, что-то такое. Он сверкает, но... Я ничего с этим не могу поделать. Так, а здесь, по идее, мы наверх не можем подняться, да? Ну, разумеется, не можем, потому что... Там лестница обвалилась. Так, бутылка пива всегда пригодится. Белый пузырек. Апартаменты F1. О, дверь открыли. Так, по идее... Теперь, если загадка не изменится, она, скорее всего, не изменится. Она... Фиксированная, то есть нерадомная. Я могу сюда прийти, короче, спасти доктора быстренько. Сразиться с двумя монстрами наверху, или один там монстр был. И сразу отправиться в то измерение. Ой! Капец! Умри, умри, умри! Стрелок просто продолжает целиться в вас, не обращая внимания на ваши слова. Эх, грах! Похоже, толпа не желает вести переговоров. Ммм... Проблема. Атака. А все бьем по центру, по центральному, потому что, скорее всего, он нам может отпилить руки. Он нас может сваншотить, вообще. Да мы определенно проиграли этот бой. Неужели? Атака. 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 Так, ну в принципе мы можем справиться с толпой, но нам нужен доктор. М-м-м, нельзя? Почему? М-м-м, конкретно этому врагу нельзя пилить голову. М-м-м, потому что я собаку, я понял. Я пытался отпилить голову тому, у кого она уже была отпилена. Так, здесь я уже ходил. Ходил. Так, мода. А, я сюда заходил, но так и не исследовал ничего. А, на дверце шкафа висит простое платье. А, здесь нет ничего интересного. Неправильный обелиск возвышается. Возвышается неправильный обелиск. Исследуйте. Вы не знаете почему, но кажется, что обелиск смотрит на вас постоянно не моргая глазами. Ощущение не из приятных. Так, у нас оказывается кровотечение. Так, а что у нас вообще из оружия есть? Может есть что-то получше? Ничего обычного. Так, у него что? У него сейчас... Ясно. Фигня. У него сейчас молот. Но мы можем взять копье, которое наносит точно такой же урон. Давайте попробуем напасть. А, давайте перейдем к делу. Мне нужны ответы. Почему сейчас? Почему здесь? Почему? Кто вы? Спрашиваете вы, но обелиск не дает ответов. Мурашки. Аа, я понял, он накладывает... Психи... он наносит психический урон. Субтитры сделал DimaTorzok У нас развивается панофобия. Что-то мне подсказывает, что его невозможно победить. По идее, это обелиск. Зачем нам драться с рубашками? С обелиском из рубашек. Не, какая-то ерунда. Левий находится на грани своего рассудка. Так, ладно, предлагаю, короче, завершить на этом серию. Хотя давайте вглубь чуть-чуть пройдемся, чтобы я знал, что там у нас. Ммм, давайте попробуем с ним сразиться. Чё? Альмер, будь моей судьбой! Я буду палачом и присяжным! Неверный! Неверный! Склонить голову в стыде! Воля Альмера не знает пощады. Неверные будут уничтожены. Без шанса на искупление. Альмер? Почему же тогда город опустошен волей Рера? Глупости! Неверный! Неверный! Хватит лгать и обманывать! У нас есть лицемер. Вы явно извращены лунным светом. Ты, конечно, видишь, что произошло вокруг тебя? Истоки обмана серной ямы. Ты просто пытаешься посеять семя сомнений в моей голове. И вам удалось посеять это семя. Инквизитор колеблется в своей... Ну, короче, в своих убеждениях, тем не того. О, нет, только не это. Навык говорить. А, так не работает, да? Черт! Да, мы проиграли. Играли. Не, я автоиграл. Ха, мне удалось полицейского убить. Блин, не знаю, как его победить. Может быть, надо было в голову убить? Ну, что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Расконников. До встречи в следующих видео. Всем пока!